Девушки отдыхают Девушки отдыхают С Богом! Девушки отдыхают 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 Малаячит, немного бы в лица срубить. Как ты на это смотришь? Как-как, сугубо отрицательно. Хочу много бы в лица срубить. Ай, молодца, а! Красава! Короче, есть такой Серёга Гуляев, сам Торчок и дурю банч на районе. Вот, есть в нём мамашка, для которой этот баклан свет в окошке. Схема простая, берём Серёга за жопу и присуем его, пока не заверещит. Короче, закрыть мы его хотим по полной, понимаешь? А потом деликатный намёк мамашке. Что есть в выходе ситуации? Ну, это я понял. А у мамаши деньги-то есть? Ну, я имею в виду, платежеспособные? Игорёк, а это нас не парит. Это её карман, пусть сама думает. Захочет, квартиру продаст. Ну, как? Чё, как? Ты с нами? Да легко. Одинокую бабу на квартиру отжать. Это же милое дело. Да, только что я. Маму и сыну потом на куски. По мешкам расфасуем. И на мясной рынок. Блин, мне чуть не повёлся. Воспитали отморозка, да? Слушай, такой умный, а на всякую шнягу ведётся. Ребят, ну хватит уже меня как пацана разводить-то. Это я разводил. А он серьёзно, да иди ты. Не, ну я же говорил, я с вами, но есть же какие-то пределы. А если нет предела, это же беспредел. Ну да. Берега-то надо знать, правильно? Конечно, если берега не знать, можешь и на дно. Пойдём, пойдём. Степанович, не опаздывай. Слушайте, а почему вы негадываете Степана, чем называете? А сейчас поймёте. Только что поступило сообщение. Ленинский ОВД, вооружённое ограбление, обчистили азербайджанцев, уличных торговцев. Трупов нет, раненых нет. Но! Опять трое в масках. Не понял, а при чём тут мы раз... Влад! Не тупи, а. Сказали же трое в масках. Наши Бэтмены. Умница, Власов. Ну что б я без тебя делала, а? Тип оружия, описание, почерк. Всё, как было. В Отрадном, Чертаново, Бирюлёво. Измайлова, Бутова. Один амбал, один невысокий крепыш. Да, шесть разбоев, один труп. И покушение. И тяжкие, и телесные. Так что, давайте поконим. Валентин Степанович, я с ними. Будь пока здесь, в резерве. Там и двоим-то делать нечего. Я, значит так, парни, возьмёте Бэтменов, я лично, каждого, расцелую. Спасибо. Свободны. Я, конечно, без поцелуев Степановича проживу. Но шесть эпизодов, Ген, шесть. Если мы их повяжем, ты прикидываешь, какой это будет джекпот. Ну, ладно, будь ты этим, блин, реалистом. А зацепы-то никаких. Ни улик, ни примет. Три Бэтмена с пушками. Повяжешь ты когда-нибудь, конечно, по-горячим. Но не мы. Так что, ты губу не раскатывай. Прокатимся для галочки, и всё. Да понимаю. Я к тому, что этот змей из собственной безопасности на наш столик пялился. Ты заметил? Ты что, его спину учил? Да он глазами позвоночник прожёг, этот дёгтев. Знаешь, Влад, он там конкретно на Игорька пялился. А вот почему не пойму? Так, может, и не надо его в нашу команду? Ген, больше двух уже стрёмно. Не знаю. Посмотрим. Чё, куда сейчас? Прямо на МП? Да не, сейчас к следаку, в ВВД заскочим. Так. Эмир Инвейрович. Вы уверены, что оно вам надо? Деньги жалко. Вернуть надо их. Это же моя работа. Мне семью кормить надо. Понимаю, сочувствую. Но вы нас тоже поймите, такие преступления, если сразу не раскрыли, потом уже бесполезно. Как бесполезно? Вы сами подумайте, кого нам искать? Троих в масках? Ни примет, ни имён, ни номера машины. Хоть бы стрельнули разок, у нас бы гильза была. Ну как-то ищут этот бандит. Как-то ищут. И, кстати, когда находят, денег ваших там уже нет. Пропили, прогуляли. Не верите, Ивановна, у Аперов с Петровки спросите. Они их уже полгода ищут. Нет, чуть меньше. Но всё правильно вам следователь говорит. Кого искать, где, непонятно. Я, конечно, не извиняюсь. Вы были там? Хоть кто-нибудь на место пришёл. Ну пусть я не видел, брат мой не видел. Ну кто-то видел? Там много людей было. Ген, ну-ка выйдем на минутку. Слетайте пока на место, чтоб претензий не было, лады? Прогуляемся. А я пока терпилу тихо до кондиции доведу, а то мне этот висяк в конце квартала совсем ни к чему. А, отработаем, не вопрос. Ага. Сейчас ребята съездят на место преступления. Будет ценная информация, они тут же сообщат. Всё равно заявление буду подавать. Вы уверены? Да, уверен. Это здоровый стоял здесь, смотри, начальник, где я стою. Нет, ты не так говоришь. Он вот там стоял, где начальник стоит. Ну хорош галдеть, а, уши вянут. Вы мне внятно скажите, вы машину видели, на которой он сюда приехал? Нет, не видели. Они где-то за углом там остановились. Ясно. А что они одеты были? Чёрная куртка обычная, китайская с рынком. Короче, понятно. Ладно. От этих свидетелей, как от козла молока. Я же тебе говорил, по нолям съездили. Сейчас в следаку позвоню. Что такое, чай? Да в отдел, зато закончился. Эй, начальник, я вспомнил, вспомнил. Чё тебе надо, Маугли? Я вспомнил. А чё ты вспомнил? Какие у него ботинка были? Это когда он тебя по ребрам месил? Нет, у него ботинка были, как у десантника. Ну, теперь мы его точно найдём. Ну да, ты случайно размерчик не запомнил? Я клянусь, они были трое. Один большой здоровый, второй средний, а третий мелкий. Ну, мелкий очень злой. Не в масках были, откуда ты его знаешь? Да я его запомнил, руки, плечи, походка. Он квадратный шкаф, шея толстая, как у борца. У него одна плеть выше, чем другого. Блин, сказка шахерезада. Да мы два дня назад тут деньги считали. Он стоял, на нас смотрел. Я его запомнил, после этого я каждый день видел. Где он стоял, где ты его видел? Вон, тот кафе. Гим, ну я в кафе. Давай, догоню. Всё, свободен. Сколько, вы говорите, они у вас взяли? Ага, так, двести сорок шесть тысяч. Так, так. Всё надо будет по кассовым чекам проверить. И откуда товар у вас, всё по накладным сверить. Зачем сверить? Ну, всё должно быть точно. Как вы думаете, мы их искать будем? А без этого никак нельзя? Никак нельзя. Никак нельзя, Эмир Инвирович. Все ваши документики проверять надо. Лицензию, регистрацию, разрешение санэпиднадзора. Так что, если есть какие-то нарушения, лучше сразу, чистосердечно, во всём признаться. Значит, невысокий. Квадратный. Шея у него толстая. И про волосы ничего сказать не могу. И когда ходит, так плечами покачивает. Правое плечо выше левого. Или левое выше правого. Да, ещё ботинки армейские. А, это, кажется, Лёша его зовут. Лёша, точно? Лёша, Лёша. Точно, Лёша. Всё, Танечка, я побежала. Пока. А, вот он со Стеллой знакомился. Стеллочка, подождите. Постойте, разрешите? Да, конечно. Спасибо вам, Танёша. Пожалуйста. А что, с вами так легко познакомиться? Да ничего подобного. Он меня звал в кино, но я не пошла. А потом названивал, приглашал в ресторан. Но я тогда тоже не могла. Так вы, значит, ему свой телефончик дали? Ну, вот ещё. Это Полинка дала меня, не спросив. А он ей просто наплёл, что он какой-то крутой и обещал хорошую работу мне. Стеллочка, это была уловка. Да примитив чистой воды. А он вам понравился? Вы знаете, я ещё не поняла. Но его номер я не запомнила. А если бы я вас пригласил, вы бы мне тоже отказали? А вот вы сначала пригласите, а там посмотрим. Да ты девушку сразу домой поведёшь. А девушка любит культурный отдых, кино, клубы. Я его 20 целлочков в театр позвал. Вы знаете, я очень люблю театры. Но к вам домой я не поеду. Ты в жизни хоть раз в театре был? Да я туда постоянно хожу, но не с тобой ещё. Какой, в кукольный? Селлочка, вы его не слушайте. Он грубый, не тонкий тип. Так давно он звонил этот Лёша? Последний раз. А, недавно. Я как раз была на фитнесе, а он всё названивал. Вот, а он преступник? Угу, страшно, маньяк. Ну, ты страшнее. Так он кто? Он свидетель автомобильной кражи. Рот мы его ищем. А, а я думала по поводу вот этого ограбления. Нет, что вы. Нет, ну хорошо. Есть. Театр за мной? Хорошо. Стелл, звони. Лучший фитнес этот со мной. Мам, ну нет ничего опасного. Засижу просто в конторе, бумажки читаю. Да какая тут стрельба? Забудь ты уже про стрельбу. Я своё уже отстрелял. Слушай, ты мне лучше скажи, вы узнали, сколько у вас там кондиционера стоит? Ну, я денег пришлю. Нет, мам. Ты уже забыла, как тем летом у вас дышать нечем было? Все, мне пора работать. Давай, папаше тоже привет. Кань, опять междугородние звонки со служебного телефона. У нее же кратенько. Пять минуточек. Смирнова, опять флирт, служебное время. А ты же, Натик, делай там свой кофе в уголочке и завидуй молча, понятно? Я девушка свободная, хочу флиртую, а хочу женевы на себя. Я, Игорёк, тебе не советую. Будь осторожен. Нет, ты понимаешь, а? Вот я брошу тебя отца многодетного семейства и уйду к Игорьку. Вот она такая вот, после трупов. Агрессивная. А что за дело? Опять наш серийный отравитель. Третий эпизод. Не, ну без экспертов рано пока говорить. Ну, похоже, что он. Да что рано-то? Он, конечно, понятно. Какой-то злодей или злодейка поет отравленной водкой одиноких мужичков, забирает бабло и вещища. А что ты расселся-то? Сухари достай. Слушай, не чушь на него, но в том шкафу. Игорь, обслужи, пожалуйста, господина Титова. Передай ему сухари. Ты кофе будешь, или чай? Кофе. Ну и правильно, чая нет все равно. Наш человек. Слушайте, я вот думаю, как вредно быть одиноким, а? Я, может, и сама когда-нибудь все травлюсь. Еще один висяк на нашу гушу. Слушай, а почему он их травит? Ведь можно просто усыпить. А вот потому мы и не знаем ничего, что все терпило зажмурились. Да, сейчас у Генки с Владом тоже висяк. И, похоже, серийный. Это разбой на рынке? Ну да. Они что-то не звонят. Степанович сказал, чтобы я в резерве сидел. Так ты волнуешься, что без тебя банду брать будут? Ну да. Там труи с стволами. Какая банда! Генка с Владом потеть не любят. А там же работать надо. Они знаешь, что любят? Терпило болтать, чтобы заявление забрали. И бабла срубить. Игорь, вот я тебе без дураков говорю, ты с этими гавриками держи ушки на макушке. Погоришь с ними. И это не шутки. Учту. А я смотрю, у вас тут свои левые, свои правые. А у нас все левые. Да. Игорь, снимайся с якоря, быстро. Нужна твоя богатырская мощь. Куда ехать? Я тебя подхвачу на Новослободской. Ствол не забудь. Понял. Ну что ж, похоже, в этот раз не уболтали они, терпил. Вспотели, наверное. не убил. все равно за совет. Все равно спасибо. Непуха. Так, к черту. Теряем парня. Да большинство из них безголовые. Ему мысль в голову не привез, что мы его зацепим. Грабят там, где живут. Девчонок цепляют там, где грабят. Повезло, значит. И да, и нет. С одной стороны, обычное дело. А с другой стороны, фарм. Понимаешь? Ментовская удача. А теперь не знаю, как к Лёхе сунутся. Да какой Лёха-то? Ну Лёха, Лёха. Лесовой. И сорок второй. Сейчас лат этих синяков раскрутит. Кури пока. А что стрематься-то? Да? А если баба его меня увидит? Это кто, Дашка что ли? Она? А Лёхе-то уже несколько дней нету. А Дашку он послал уже месяца два как. А, и она его. Ха-ха-ха-ха. А, Нинка дома, сеструха его. Она как бы возгулит. Бухает, короче. Так к Нинке сходи. Только ты ей бутылочку-портвижку возьми. Нинка девка деликатная. Бояр её и не наля. Ха-ха-ха. Короче, пробили мы этого, лесового Алексея Иссаныча. Судим за разбой. Почерк тот же. Маски, стволы, магазин. Занимался борьбой, служил в десанте. Прямо ментовская удача. Профессиональная работа. Ты б видел, как мы эту официантку обработали. Ну, просто ювелирная работа. Ладно, Вован, держи. Мужики, я чё думаю, а? Ну, долго мне объяснять, кто я и чё. Может, это, кто из вас, ну, кто половчей, а? Сгоняет, да спросит у Нинки. Где там Лёха шарится? Вован, давай, а? У меня не заржавеет. Ну, давай, чё я. Ничего. Называется «Работа через поставного». Я чёрная моль, я летучая мышь. Да ты, ну, гонишься, нет. Но то, что ты мышь, это я согласен. Ну, где ты видела чёрную моль? Балда. Она печальная, понимаешь? Ей хреново, как у меня. Хреново? А почему хреново? Потому что у неё все умерли. Эй, ну, чё? Чё, чё? Узнал, где Лёха? Какой Лёха? А, как я мог узнать, где Лёха, если у неё умерли все? Как все? И Лёха тоже? Ну, он вообще самый первый. А ты кто такое? Тихо, тихо, тихо. Как это Лёха умер? Когда он успел? Я не знаю, когда он ласты склеил. А она вообще, иди, чёрная мышь. Слышь? С подсадным. Не прокатил номер. С подсадным бывает. Может, второго заслать? Угу. Если только отнести. Нилка-то наша летучая моль оказывает. Слышь? Ну, что, парни, походу у нас фиаско. Если что, ты хочешь сделать хорошо, делай сам. О, пацаны! Здорово, Нинка узнала? Витька-что или нет? Да, Витька, Витька, Витька. Лёху, Зай, где этот перец киснет-то, а? Да, Лёха, он это, в Коптьево уже два месяца с Катькой Глебовой живёт. Блин, вот говорил, в Коптьево надо ехать, а? Чё, опять у Катьки? Да, опять, сучарая, на Катька. Ну, не, пробоваться, я не буду. Ну, я тебя прошу, не надо так про женщину, а? Да, Алла, какая женщина, она про жмонда, состана. Ну, чё, так дорванули в Коптьево, да? Слушайте, пацаны, а чё я вам к этому клёхи в Коптьево? Давайте у меня, а? Зависим, а? Ну, ну. Да нам клёхи надо, понимаешь? Не, ну, а завтра к тебе. А, болтаю. Ну, отвечаю. Не, мужики, я остаюсь. Э-э-э, Клёхи, Лёха ждёт. Пошли. Чё? Чё, ты забыл? А в Коптьево, не помнишь адресок? В Коптьево? Помню. По ту, дом 6, третий этаж, а потом, знаешь, так, налево. Ну, налево. Держи. Хе-хе-хе. Пока. Ну, ребят, прям артисты. Я такого ещё не видел. Заметь, всё культурно, без насилия и по закону. Ты тоже красавчик, подыграл как профи. Я же на вашей волне. Вот и оставайся на нашей волне, Игорёк. Не прогадаешь. Катя Глебова? Да, третий этаж налево. Сама-то она ещё на работе. А вы кто ей? Да я не к ней, я к Лёше. А это коренастый такой? Да сам-то он дома. Он дома, только что курил у окна. Курил, значит. А это вредно. Глата, а санкция нам это не нужна разве? Ну, на арест, на обыск. Может, следаку позвонить? Он в недоступа был. Да не парься ты. Всё делается задним числом. В течение суток можно. А если увлек не будет? Да будут, Игорёк, будут. А следак вообще отписывается от счастья. Моему раскрытие на блюдочке за четыре часа. Пошли. Застя Степанович у нас будет это, целовать. Ой, женщина, подождите, подождите. Спасибо, прошу. Чё, кто? Пицца! Доставку заказывали? Чё? Лисовой, Алексей. Чё? Кто это? Ты же урод, это просто взюзил. Нашли чё? Да пока нет. Чё, Игорёк, думал, будет тебе боевое крещение, да? Столы погони. Ты знаешь, меня устраивает. Самое страшное, что тебя этот овощ может обблевать. Ну, что тут у нас? Хача! Ох ты. Опа. Поймал рыбку, да? Ага. Целый косяк. Ну-ка, ну-ка. Хой-о! Костюм бы этого надо слушать, а? Пошла, масть. А ты говорил, улик не будет. А? О! Флэш-рояль! Пшу! Игорь, ты наш дорогой! Не знаю, сколько здесь, Игорёк. 296 тысяч. Тютелька в тютельку. Вот так вот. Следствие вели на такие. Это надо будет отметить. Игорёня, это не обсуждается. За ментовской фарт сегодня оттянемся по полной. Точно. Сейчас. Смирнова! Шурик, привет! Ты что, бухой, что ли? Пока нет, но скоро буду. И знаешь, почему? А что гадать? Побла срубила, доволен. Срубила ещё как. И завтра Степаныч нас за это будет целовать в наши сахарные уста. Псс. Вы что, это, тебя Бэтмена взяли? Шурик, ты чудеса дедукции проявляешь, ей-богу. Ага. И как это вас так угораздило? Да легко. Профессионализм и точный расчёт. Все улики. Как говорится, all inclusive. Не зазнайтесь там, ладно? Значит, могу Степанычу доложить? Можешь. И доложи, что особо отличился. Ну и чё, Каменев. Порвал злодеев, как грелку. Понятно, принято. Всё, Шурик, целую. Учись работать, родная, давай. Аба! Чё стоишь-то? Иди работай, кто детей кормить будет? Не ори на меня. Поговоришь. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Влад, посиди с ним, ладно? Вас откуда нелёгкая несёт? Я уже домой собрался. А мы работаем, товарищ следователь. Между прочим, висяки раскрываем. Тогда вам не сюда надо, а в музей милиции. Пусть вам там конную статую поставят. Одну на всех. Да не, мы сначала к вам. Вот, получите, оформите. Что это? Ствол. Средства маскировки. Деньги. Ну? Что «но»? Не слышишь фанфара аплодисментов, блин? Сейчас будут. Постановление где? На арест, на обыск. Понятые были. Где протекло? Ты чё, опух, что ли? Мы тебе дело раскрыли за четыре часа. Ну, стреляемся теперь. На форме задним числом чё, пирожки? Да не получается, братцы кролики. Дела-то нет. Дела-то нет. Как нет? Да отговорил я, терпел заяву писать. Нет уголовного дела. Видишь, как радуется. Тебя когда-нибудь так встречали? Откуда я мог знать? По всему был явно висяк. Меня не колышет. Твой косяк, сам разберёшься. Нет, это твой косяк. Позвонить было трудно. Номер набрать! И что мне теперь с этим делать? Куда я это всё? Влад, прикиньте. На шесть эпизодов коту под хост, и всё из-за этого козла. Ты полегче слова выбирай. Неужели ничего не исправить? Он ведь или дело не завёл, а? Да этих терпил так шуганул, что они, наверное, уже в Баку. Между прочим, сам бы мог позвонить. А ты именно, что, трудно было номер набрать, что ли? Да пошёл ты! Привыкли работать, как канавалы! Тихо, тихо, мужики! Тихо! Потом подерётесь. Ну, ведь штуки ладно. А с этим, с этим пляником что делать? Что, отпускать его, что ли? С кем? Как с кем? Влад, а где он? Блин! Дежурный! Влад, куда ты? Всё, Игорёк, поздно пить боржоми. Вот она, ментовская удача. Что потеряли, мужики? Ты вообще за входом смотришь? Да я с поста-то не исходил. Влад, что-то я не просёк с этим ментовским фартом. Влад, что-то я не просёк с этим ментовским фартом. Штука усилий, всё зря. Я думал, у нас в армии бардак. А здесь вообще. Отчего ты охаешь? Привыкай, Игорёк. Как живём, так и работаем. Ну, а как работаем, так и живём. Сейчас вон мозговой трест придёт, может, чё и вякнет по делу. О, идёт. Ну, чё там? Дай глотнуть чё у вас. Короче, терпил мы нашли. Но у них там прокурорская проверка. Правда ли гонят, не знаю, но этот крысьёный ж ничего делать не будет. Вот мразота. Спокойно. Вичдоки вам до утра придержат. Если мы к утру этого козла Лёшу Лисового поймаем, будет дело. А если нет? На нас все косяки. Злодей сбежал, обыск без понятых. Если ещё раз обломаемся, нам кранты. Нам за что? Да за всё хорошее. И тебе тоже. Слушаю. Геночка. Да, Ольдиспан. Тут до меня дошло, что вы этих Бэтменов взяли. Ну, что тебе сказать, дорогой мой. Как мать и как женщина была неправа. Не такие уж вы уроды оказались с Рублёвским. Горжусь. Горжусь. Завтра целовать буду. Готовьтесь. Спасибо, Ликен Степан. Всегда готовы. Чё ты не сказал ей? Да. Понятно. Ну? Ну, чё за вяли-то крутые легавые? Надо что-то делать. Ну, давайте как умеете. Культурно. По закону, без насилия. Горжусь. Горюха! Стоять! А ну, тварь! Говори, где твой урод, Лёша, а? Я не знаю! Ты что, дура, я тебе сейчас здесь со мячу кончу, понял? Где, ребят, вы чё творите-то? Всё путём, Игорёв. Я ж тебе говорил, привыкай. А? Я не знаю, я пришла, а его нет. И вещей его тоже нет. Вещей нет? А чё за вещи знаешь? Нет. Не знаешь? А там пистолет был, деньги уворованные. Лёха твой бандит, между прочим. Он человека убил, ты ж кровь на нём, да? Я не знала. Не знала? А может, знала, может, ты сообщница его, а? Ой, что, менты, что? Да уж ты убила, а? Нет! Чего нет? А ну, говори, где Лёха, где, где мобильник его? Я не знаю! Не знаешь, где его, кореш? Торонова, фиги, отвори! Серёжа, он где-то на Семёновской живёт, но я не знаю. Ну, не рот, я его сейчас кончу! В глаза смотри. Это что за ключи, а? Я не знаю! Опять не знаю! Тихо, тихо, успокойся, оставь её! Чего? Всё, мужики, дайте я с ней поговорю. Катюнь, всё, успокойся. Катюнь, давай, давай, присядь, присядь. Катюнь, а знаешь, как мы тебя нашли? Нет. Нам ведь Лёшина девушка всё рассказала. Какая ещё девушка? Как? Ты разве не знаешь? У него же девушка есть. Официантка. Стеллу зовут. Тихо, 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 тихо. Покажи. О, не соврала. Вот оно их, транспортное средство. О, смотри-ка, а вот его мобильник. Красава, Игорёня, а я уже хотел вторец тебе дать. Ну, вообще-то это не так легко сделать. Ну, ладно, проехали. Пока. Спокойной ночи. Гласов? Чё тебе ещё? Шурик, очень прошу, умоляю, найди сейчас Бейсика, а? Он только что ушёл. Ну, потому и прошу, он только тебя послушает. Да иди ты к чёрту, вы же поймали их всех. Мы одного нашли, а там их ещё двое. Нужно пробить машину, мобильный номер и ещё одного перца. Ладно, попробуем. Что там у них опять? А ты представляешь, они работают, пашут. Прямо как мы с тобой. Я думаю, что это новенький их строит. Он же спецназовец, как-никак. Орден в мужестве, кстати. Ладно, давай. Опять не готов. Сразу ты. Пока. Давай. Гена, из-за тебя буду ночевать на работе. Да, сейчас. Давай, пиши. Тачка принадлежит Мышкину Николаю Ивановичу. Прописан там же, где его сын, этот, Сергей Мышкин. Судимый за разбой. Отбывал срок в том же учреждении, что и Лесовой Алексей в то время. Рост, метр девяносто один, адрес Семеновский проезд, дом два. Все, ладно, давай. Угу, ладно. Ну же, давай быстрее уже, а. Что, не знаю? Света нет. Не факт, что он там. Ну что, Катюша, сделаешь все, как надо, для следствия останешься свидетелем. Поняла. Пошли. Держи. Сережа, это Катя. Ну, Катя из Копнева. А Леша у тебя? Нет? Ну, так имей в виду, что ко мне менты приезжали. Я так поняла, скоро у тебя будут. На Семеновской. Да, они знают. Ну, и хорошо, что не у тебя. Я так, на всякий случай. Угу. Ну, давай. Пока. Угу. Молодец. Гуляй отсюда подальше. Ножками шевели. Ну, сейчас и посмотрим, есть она ментовская удача. Не спугни сапог. Еще как есть. Семеновская удача. Семеновская удача. Семеновская удача. Игорь, прикрой! Крена себе! Последний? Крайний. Третий готов. Нет, ты как, живой? Не знаю, по скользячке прошло. Да. Ген, ну-ка, 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 аккуратненько, вот это фарт. Чуть-чуть в сторону бы, и хана тебе. Влад, глянь, где третий, а? Ну-ка, прожди, давай, давай, давай. Зажмурился. Ну что, пойдем на кухню, лечиться будем? Ага. А ты ствол у лифта подбери. Хорошо, все-таки сделали мы этих Бэтменов. Да. Пойдем. Давай, я за столом. Ген, ты как? Я сейчас найду что-нибудь. Ген, короче, такое дело нарисовалось. В общем, я тут в управление звонил. Ген, нашел только бинт. А обрабатывать рано придет с водярой. В общем, мужики, бригада к нам с прокуратуры выехала. Ну и надо вниз пойти встретить. Ну давай. Ну может, пойдем, встретим? Влад, у тебя вообще все нормально, а? В общем, я на улице. Давай. Игорек, давай дернем уже. Нам вроде уже можно. А вы прокурорские? Да они туда глянут, поймут все. О, Серега. Здорово. Приветствую. Рублевский, убойный отдел, главное управление. Климов, ну и что тут у вас за побоище? Да перестрелка, брали банду из трех человек. Какая квартира, Влад? Поднимайтесь на третий этаж, там поймете. Ну, в общем, оказали сопротивление и, как говорится, 3-0 в нашу пользу. Ну, в общем, один труп у лифта, один в квартире. Один, тут он, под балконом. Слушай, ловко у тебя это получилось. Была практика. Чуть-то жутся немного. Смотри, к врачу только сходи обязательно. Слушай, Ген, я там кое-что нашел. Да, пусть там по-рукорорски разбираются. О, Поле-Поле, кто тебя кость не усеял? Ну, конечно, Рублевский с Власовым. Здорово, наш новенький. Серега. Игорь. А это что за деньги на столе? Да это я нашел, когда лекарство искал. Пересчитывали? Не успели. Сейчас пересчитаем. Три-ноль, это лучше, чем ноль-три. Тоже болельщик? Угу. Я надеюсь, у нас с вами проблем не будет? Да не, все чисто. А где третий-то мертвяк? Ну, как где? Он с третьего этажа нырнул и... Прямо сюда. Под балконом, да? Ну, и где он? Ну, был. Угу. А может, он все-таки там? Наверху? Да нет, здесь был. Ну, так ищите. Ищите. Ну, да. Молодой человек, вам плохо? Молодой человек, вам плохо? Ну, че? Убедилась, что есть она ментовская удача. Да не совсем. Потому что ты ее спугнул. Это как это? Я нашел ты бандитские бабки. На какого хрена ты их сдал? Это наш, наш Игорек, законный трофей. С меня тоже такая мысль мелькнула. Тем более, деньги самому к вам же вот так вот нужны. А потом, знаешь, стал вспоминать этот бредовый день. Вдруг понял, что деньги-то какие-то прокляты, что ли. Толка от них не будет никакого. Ну, и дурак. Ген, а вот если такой умный, скажи мне, почему мы могли это все сделать легко, правильно, без стрельбы, а получилось? Тяжело, с кровищей и через жопу. Ты че хотел? Это не Америка, Моссадик. Это Африка. Помнишь такое кино? О, наконец-то! А Игорек не хочет пить со мной за ментовскую удачу. Ну, я бы тоже на его месте не стал. Вы че, сговорили, что ли? Ну, поскольку я на своем месте, я за нашу удачу выпью. О, молодец! Короче, мужики, слушайте, сюда. Во-первых, нашел я нашего третьего кекса. Из больнички на коширке позвонили. Короче, он прям на улице упал, его скорая подхватила. А во-вторых, он в реанимации. И сказали, что до утра не доживет. Ну, туда ему и дорога. Так что не такие уж мы, джентльмены, неудачи. Это ты о чем? О том, Геннад. Не зря мы корячились. Вот она наша ментовская удача. Вот почему так все тяжело складывалось. По пятнашке на брата. И никто, повторяю, никто. Ну, кроме нас. Не знает, что они вообще там были. Че теперь скажешь-то, а? Ну, че, в друг него? Ну, да. Здравствуйте. Не хотел вас беспокоить так поздно. Это подполковник Дегтев из собственной безопасности. Хотелось бы завтра часов в десять встретиться со всей вашей группой. С вами, с Каменем, с Рублевским. Это очень важно. Да, конечно. Мы будем. Че там? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok